Жители, они же тоже справедливо интересуются дальнейшей судьбой этого участка Будут организованы все-таки расширение улицы Советской и расширение Максима Горького с пробивки до Советской Видите, очень хочется, чтобы этот объект, он как бы всем радость приносил Это ближайшее наше с вами будущее Я чисто по-человечески-то тоже согласна с этим Мы поехали и мы будем только ускоряться, снижать темпы мы не намерены Снос гаражей на улице Максима Горького и последующая застройка этого участка в рамках программы комплексного развития территории Эта тема продолжает обсуждаться в городе И сегодня мы рассчитываем получить максимум информации, что называется, из первых рук Это программа интервью в нашей студии заместитель губернатора Тимонской области, директор департамента имущественных отношений Андрей Киселев Андрей Валич, приветствую вас, здравствуйте Гаражи на Максима Горького, о которых идет речь, это те, которые расположены за Демидовстаном, да, я правильно понимаю? Да, верно, это гаражный кооператив Малыш И ведь эти гаражи тянутся еще прямо до улицы 50 лет Октября Это тоже общая площадь этого участка какая? Общая площадь участка немногим больше одного гектара И они тянутся, наверное, до улицы Максима Горького, наверное, от республики, условно от республики до Максима Горького назад По улице Максима Горького от республики до, наверное, улицы Советской А сколько их там количественно? Уже подсчитано, да? Ну, конечно, конечно, подсчитано количество, поскольку на подготовительном уровне выясняется всех правообладателей, которые есть, их 193 193. А речь идет только о гаражах или там какие-то еще объекты есть? Ну, во-первых, да, речь идет в первую очередь о гаражах Но в законодательном говорит, что необходимо также и произвести выкуп или перенос инженерных сетей, которые обеспечивают данное строение И там какие-то нелинейные объекты электроэнергетики тоже, наверное, есть, которые обеспечивали все это? Да, да, те коммунальные сети, которые обеспечивают, собственно говоря, ресурсами вот этого А что касается прав собственности на эти 193 объекта, они все узаконены? На них всех право собственности оформлено? В большей части на них права узаконены, остальная часть заканчивает, пользует гражданистей, которые сегодня, собственно говоря, работают То есть остальные граждане оформляют гражданской оперативы Ну вот то, что гаражи, тем более на такой огромной территории, им там не место И то, что они уродуют облик города, в этой мысли многие горожане сходятся Но как бы и собственников-то, можно тоже понять, они же своего имущества лишаются Вот поэтому что им сейчас делать? Какие у них есть варианты? В первую очередь, собственники могут сами, договорившись, привлечь инвестора Либо сами реализовать решение, которое указано о строительстве объекта спортивной инфраструктуры, который у нас указан Если, по-моему, до конца августа, в течение 45 дней после получения уведомления каждому собственнику Не будет от них реакции, тогда власть, соответственно, реализует это право самостоятельно Впоследствии каждый собственник имеет право на получение справедливой выплаты Естественно, на рынке два продавца, один покупатель, другой продавец Продавец всегда считает, что его товар эксклюзивный Но покупатель, естественно, готов заплатить наименьшую стоимость Вот для этого производится рыночная оценка стоимостью Если продавец и покупатель, в данном случае покупатель, это государство в лице инвестора, в лице застройщика Если не согласится, то, соответственно, путем судебных экспертиз будет установлена справедливая стоимость Которая включает в себя как стоимость самоустроения, так и стоимость убытков Которые связаны с переездным перемещением, покупкой равнозначного объекта Сейчас я уточню в этом вашем ответе несколько моментов То есть выкуп будет производиться по рыночной цене, верно? Выкуп будет производиться по рыночной цене в соответствии с федеральными сандантами оценки А оценку будет производить специальная лицензированная компания? Оценку будет производить специальная лицензированная компания, которая состоит в самодельной организации Если, как вы правильно сказали, покупатель хочет купить подешевле, а продавец продать подороже Если кто-то из собственников этих гаражей будет не согласен с проведенной оценкой Какие у него есть варианты? Закон предусматривает судебное установление справедливой цены путем проведения судебной экспертизы. Судебная экспертиза нанимает независимого судебного оценщика, который устанавливает именно ту цену, основывая, собственно, на тех документах, которые предоставили в сторону. В течение какого периода все это должно происходить? Когда это начнется, когда это закончится? По нашей дорожной карте в конце августа мы планируем начать проведение торгов и, думаю, в конце сентября мы заключим договор и определим то лицо, которое даст наибольшую цену и которое будет реализовывать данный проект. Угу. Ведь горожан еще интересует вопрос, а что там будет дальше, да, спортивный объект, понятно, но там же улица Максима Горького, да, вы живете в Тюмени, я живу в Тюмени, мы по ней ездим, какая она маленькая, узенькая, две полосы, тут еще и пожарная часть, там пожарные машины выезжают. Есть ли какой-то вариант вообще предусмотреть новую там развязку, сделать ее шире и краше? Ну, во-первых, власти рассматривают комплексное развитие не только той территории, о которой мы сегодня с вами не говорим, но и территории бывшего станкостроительного завода. Эта территория предусматривает размещение и размещение объектов жилищной инфраструктуры, социальной инфраструктуры, которая, естественно, должна быть обеспечена объектами дорожной и транспортной инфраструктуры, рабочее проектирование ведется, которое будет предусматриваться, комфортное проживание граждан, которые там будут жить. То есть можно предположить, что в результате этого комплексного развития этой территории эта улица еще и пошире станет, и поудобнее, и покомфортнее, и пробочек там тоже, возможно, меньше будет, и власть этот момент тоже будет контролировать. Все верно? Ну, я знаю, что ведется пока рабочее проектирование со стороны улицы Мориса Тореза, со стороны улицы Советской, со стороны улицы Максима Горького. Ну, весьма там струднительно, поскольку она сегодня так стеснена, поэтому думаю, что будут организованы все-таки расширение улицы Советской и расширение Максима Горького с проявки до Советской. Ну вот наши горожане и жители, они же тоже справедливо интересуются дальнейшей судьбой этого участка. Ну да, эта территория предназначена под строительство спортивного центра. Ну, у нас ведь люди думают, что здесь будет там какое-то элитное жилье снова построено, деловой центр 50-й. Вот мы можем как-то сейчас их успокоить, что нет, ребят, не будет здесь там элитных каких-то апартаментов и высотки. Данный объект, который будет возведен в границах этого участка, он гармонично впишется в ту концепцию, которая сегодня прорабатывается и которая уже утверждена застройщиками. И, соответственно, будет дополнять то комплексное развитие территории еще раз в квартале улиц Советской, Республики Максима Горького. Просто, видите, очень хочется, чтобы этот объект, он как бы всем радость приносил, да, не только определенной группе лиц. Но, в конце концов, как будет определяться застройщик этой территории? Когда он будет определен? Застройщик этой территории будет определен придаст торгов. То есть кто даст максимальную цену за право участвовать в расселении гаражей, в проектировании, в строительстве, тот и, собственно говоря, и заключит договор. И, соответственно, будет заключен договор КРТ и договор о рентисемельном участке. А вот официальная документация по КРТ, она предусматривает предельные сроки реализации? То есть мы можем сейчас сказать, что через 5-6 лет на этом месте уже точно что-то должно быть. Ну, не что-то, а в соответствии с комплексным развитием территории. Чтобы не затянулся этот процесс, вот я о чем. Мы полагаем, что он будет реализован в течение 5 лет. Есть относительно новое понятие, которое не так давно пришло в нашу жизнь, это комплексное развитие территорий. Есть понятие застройка. Чем они отличаются? Почему понадобилось вообще, зачем это КРТ, когда себе спокойно, каждый застройщик приходил, осваивал территорию, садик строил, садик разбивал, дорожки и все такое? Ну, на самом деле, если посмотреть даже в 10-летний горизонт назад, то комплексное развитие территории – это не новый институт. До этого был институт комплексного освоения территории, институт развития застроенных территорий. Комплексное освоение территории – это новый инструмент, который предусмотрел больше административных процедур. И, наверное, все-таки больше возможностей для власти поучаствовать в реновации старых промышленных территорий. То есть, если мы, о чем я сказал себе раньше, был предусмотрен механизм комплексного освоения незастроенных территорий, он сегодня есть, комплексное развитие застроенных территорий, то есть снос, реновация старого жилищного фонда, то комплексное развитие территорий по сносу объектов нежилой застройки – это впервые появилось. И вот это такая новелла, которая была в предоставительном кодексе в конце 2020 года. Комплексное развитие территории, конечно, предусматривает появление в границах территории не только, собственно говоря, объектов жилищной застройки, но предполагает себя и наличие иных объектов, как я уже сказал, инженерной, транспортной, социальной инфраструктуры, образования, культуры и так далее. И все-таки мое мнение, что комплексное развитие территории необходимо рассматривать в пределах квартала планировочной структуры или, ну, наверное, все-таки площадью не менее пяти гектар в совокупности рассматривать. В данном случае комплексное развитие территории, участки, о которых мы говорим, оно лишь дополняет ту территорию, о которой я уже сказал, и я думаю, что оно будет гармонировать с той территорией, которая есть. И оно проектируется, исходя из того, что рядышком окружено. Ну, и опять же, видите, очень долгое время и в Тюмени, и во всех городах России выступали против этой точечной застройки, да, когда какая-то свечка растет, и у людей падает давление в трубах, и когда им становится холодно, к ним тепло не поступает. А при комплексном развитии территории все эти моменты, коммуникации, инфраструктуры, все это учитывается, я правильно понимаю? Да, все это учитывается, потому что комплексно развития территории, оно предусматривает и реновацию не только жилья. Мы говорим о реновации, а реновация началась с Москвы, да, вот с этого. То есть сейчас реновация дошла и до регионов. И реновация предусматривает не только снос, да, расселение жилищного фонда, но и расселение иных объектов, о которых я с вами говорил. Это объекты, старые объекты общественно-деловой застройки, старые объекты промышленной застройки, старые объекты гаражных оперативов, о которых мы с вами говорим. Но поскольку ответ на наш вопрос вы найдете очень просто. Если посмотрите в правила землепользования застройки, которые утверждены на муниципальном уровне, объекты личного хранения транспорта сегодня не допускаются размещать ни в одной зоне застройки. Ну, я чисто по-человечески-то тоже согласна с этим, потому что, ну, когда ты гуляешь в том районе и видишь, ну, этот ужас ужасный, конечно, хочется, чтобы наш город цвел, расцветал и становился красивым и современным. Ну, вот вы ведь в силу своей занимаемой должности, Андрей Валерьевич, знаете уже, где в ближайшее время что преобразится. Так вот давайте с вами в будущее заглянем, где еще красота у нас в Тюмени будет скоро. Ну, сейчас мы занимаемся проектом лесобазы судостроителей Камчатской. Большая территория, порядка 63 гектар, на которой тоже есть инвестор, и которые заинтересованы реализовать в режиме комплексного развития территории. Есть еще территория в районе улицы Харьковская, Мельникайте, Одесская, достаточно большой, порядка 6 гектар земельный участок, который находится на нем два заброшенных гаражных кооператива, совокупной площади свыше тысячи гаражей. На понимание провели предварительный анализ, меньше 10% не оформлено, а пользуются, наверное, и меньше того. То есть, как бы, действительно, наверное, эту территорию пора приобрести порядок. Тем более, что если есть заинтересованные предприниматели, если есть заинтересованные инвесторы, то, наверное, надо помочь в реализации тех идей, тех решений. И ключевое, скажу, при принятии решения КРТ мы говорим о размещении, о использовании объектов фактически, использовании объектов, которые предусмотрены генеральным планом развития города Тюмени. То есть, если там сегодня предусмотрена промышленная зона, там нельзя реализовать КРТ. Если там предусмотрена зона жилищной застройки, а фактически размещаются объекты, ну, как мы говорим, гаражи, да, либо объекты промышленной инфраструктуры, то это является основанием для того, чтобы и власти объявить эту территорию, территорию КРТ, ну, наверное, собственно говоря, и инициативное предложение от застройщиков, но с учетом того, что все-таки границы города Тюмени, они уже в значительной степени застроены. Ну, вот как вовремя тоже была гаражная амнистия объявлена, что у людей появился шанс оформить свое имущество, чтобы потом как-то по справедливой цене продать его, да, получить нормальное возмещение своих убытков. Ну, и последний вопрос, вот то, о чем вы сейчас говорили про лесобазу, там, про Одесскую, это на нашем с вами веку будет? Мы это увидим с вами? Это быстро будет сделано? Да, я думаю, что, ну, любое новое дело, оно, как говорится, требует притирки, то есть все равно шестеренки должны вращаться именно в той последовательности, в той скорости, в которой ты их раскрутишь. Это ближайшее наше с вами будущее, поскольку механизм заработал, команда укомплектована, мы поехали, и мы будем только ускоряться, снижать темпы мы не намерены. Спасибо, пусть все получится. Всего доброго. Это была программа интервью, мы говорили с заместителем губернатора Тюменской области Андреем Киселевым. Спасибо за внимание, до встречи в эфире.